всем привет дорогие друзья добро пожаловать на обзор варкапа под номером 299 карта beatrix колк то есть по идее beatrix beatrix это тоже самое что димон бы сделал карту beatrix ой beatrix димон сделал бы карту тутти гнек я не зале гнекту те да ну я думаю что все уже знают что колк то beatrix это особо был и не секрет сразу все равно видно по стилю и роман даже в радианте увидел как бы все это все видно это сейчас фейки в маппинге знаешь если ты изначально под фейком не мапе что тебя сразу быстренько раскусит в общем-то дают нам на старте две ракеты нужно нам прыгать кидать эти две ракеты собственно в пол ну точнее делать условный 2x и залетать куда-то наверх давайте попробуем так не в ту сторону и сразу встаем в сторону где вам удобно да то есть допустим либо здесь либо с той стороны и пишем respawn point set это нам позволит появляться если кто не знает это нам позволит появляться с одной стороны всегда абсолютно всегда но давайте попробуем вот получилось хорошо в общем то мы можем залететь либо сюда либо повыше если мы залетаем повыше то нам дают точнее нам здесь нам дают плазму если мы идем прямо если мы проходим через этот триггер это у нас джампад и с этим джампадом мы можем залететь собственно вот куда-то налево либо направо как вам удобно и здесь нам дают одну ракету здесь собственно это тоже джампад синий то есть можем отстрелиться нас подкинет и вот мы залетаем дальше у меня сохранилась плазма если вы идете через ракету у вас плазмы не будет это я вам сразу говорю можно попробовать выплазмить туда наверх да видно что там что то есть а можно пойти сюда здесь нам дают есть здесь мы можем точно также залететь но уже с хейстом вот это место где вы могли залететь спускаемся вниз здесь у нас джампад дают еще ракету делаем дабл джамп здесь у нас об легальный не знаю зачем давать вот так вот плазму потому что это ну в обзорах это неудобно возможно в геймплей это конечно никак не сказывается легальный с об текстурой об который можно ловить с выключенными обами это у нас тростник это у нас классные кувшинки в общем-то плазмим дальше наверх все рампы у нас кроме вот тех что на плазме нам были до все рампы у нас выкутришные то есть прыгать по ним нельзя далее залезаем сюда здесь можно спокойно с трейфиком пропрыгать опять же слева или справа как вам удобно залетаем сюда здесь значит по дуке просто идем здесь никак не облететь то есть сверху тоже дырок нет нигде дырок нет есть у нас ракету давайте используем залетаем сюда и здесь собственно вода да и вот это у нас кнопки которые нас толкают вообще я бы посоветовал конечно это сделать как то более явно потому что это выглядит просто как освещение и я видел уже в комментариях там к результатам что а я не знал что можно здесь стрелять поэтому это как бы скорее это ошибка маппера что не так явно плюс тут какие-то еще растения вся то есть ты вообще можешь даже не замечать их по сути когда проходишь если ты не подумаешь вдруг не остановишься здесь так и случайно не стрельны что ты не поймешь в общем то здесь залетаем сюда задом спамим потому что ну можно и передом она с вами пустит не отпустит можно и перед но передом неудобно потому что надо взгляд выворачивать а задом в принципе с кнопкой назад можно вот так идти все здесь у нас кнопка гранаты тоже не очень явно сделано но это все такие как в мелочи которые можно бы по-хорошему исправить делаю в общем-то глиной джам и здесь у нас финиш ровно вот на этом на этой тени такая вот карта не самая легкая не самая сложная но чтобы пройти быстро в принципе пришлось немножко постараться что по роутам по роутам собственно я уже в принципе рассказал и есть интересный момент можно как бы ну я думаю что самое эффективное чтобы у вас осталось плазма потому что вам там нужно плазмите там нигде плазму не дадут самое эффективное на мой взгляд это делать здесь руки джамп сразу туда и не обходить вот тут вот даже если мы делаем там руки джамп хороший чтобы взять есть там и здесь очень нам сложно сохранить скорость потому что здесь во первых узко много скорости и повернуть здесь достаточно тяжело то есть я покажу еще дополнительно демку энтера он там как раз через хейст играл у него очень интересный роут но вот здесь первый чек первые два чека они очень медленные из-за этого из-за что он просто идет на хейст плюс он сэвид ракету да то есть вот у меня две ракеты здесь нам дают третью здесь мы поднимаемся об нам не нужен цпм по крайней мере сразу вот так плазмим и вот здесь у него роут он с плазмы вылетает кидает ракету сюда наперед и плазмит сразу наверх то есть он благодаря сейву ракеты он скипает вот эту вот рамку и в принципе реализовать постараться как-то можно можно хорошо у интера не очень не очень быстрый старт в плане того что у него части где он съесть там идет он но там медленно в общем можно быстрее но я дамку покажу и в принципе такой роут с наперед был бы куда выгоднее потому что здесь мы не нам по идее по роуту здесь высокой скорости поднимаемся и делаем здесь 2кб давайте попробую сделать нет нет я их не сделаю делаем 2гб сразу летим сюда и на рампу с ракетой отталкиваемся ракетой от рампы залетаем сюда и отсюда также 2 ракеты мы залетаем вот а с его роутом получается что мы скипаем эти два буста и по идее скорости у нас больше да и можно еще один бустом вообще сделать да и здесь возможно постараться с одной ракеты вообще-то залететь надо много скорости еще чтобы спейсинг совпал рампочка здесь не самая удобная то есть была бы она как-то чуть побольше да еще можно то есть пошире именно давить она очень узкая была бы она пошире вот так например и повыше можно было бы что-то по как бы по приемлеме сообразить а так она очень маленькая поэтому здесь очень часто бывает что нам нужно именно вот в этот краешек зацеплять а здесь очень мало места на высокой скорости это не очень легко плюс к этому нам скорость еще какую-то сохранить и очень часто важно просто вот эту стену зацепляем и безнадежно фейлим весь ран прямо на финише а на финише уже как вы видели ничего сложного нет в принципе то вот и все то есть никаких особо ответвлений и роутов нету конечно в даем как мы посмотрим может люди что-то придумали наконец-то оригинальное очень бы хотелось прямо вот жажду поставить кому-то приз за оригинальность но пока никто не удосуживался так скажем давайте я пройду благо биатрикс нам дает не одну гранату да на эту на на кнопку а дает 10 если бы он еще тут давал одну гранату то есть это это представляете нужно плазмить сменить на гранату успеть то есть перестать стрелять и во время до триггера да до этого который к тому же никак не обозначен я не знаю ну то есть тут обозначить тяжелости спиной доедешь тем не менее тут не совсем понятно что дается граната именно тут но такие небольшие как бы недочеты так скажем ничего особо серьезного но все равно было допустим вот здесь с первого взгляда не очень понятно текстура почти не отличается на к это более зеленая тут нарисована граната ну как бы и что но можно можно вообще другой текстурой сделать вот я не знаю даже взять вот этот же кирпич просто его положить я бы вообще предпочел например какую-нибудь это не знаю еще надпись сделать что мол стреляй а то так ну так реально непонятно плюс кнопка дотянута не до конца и бывает что если ты допустим сверху вылетаешь давайте попробую показать ты beatrix это вслушивайся так сказать ты принимай к свинью если мы летим сверху иногда но у меня было да что я так конечно надо наверно скорости залетать если мы летим прямо к верху то мы можем приземлиться сюда а так как кнопка не до конца дотянут это мы фильм просто фейлим и все какой бы ран у вас безупречный не был ты просто фейлишь из-за того что кнопка не у края либо дотянуть либо пол тогда меньше сделать до чтобы по спейсинг рассчитывать но понятно что и так сойдет в целом и так вполне себе нормально либо хотя бы чтобы ее хорошо было видно потому что летишь на скорости и тебе всматриваться в эти оттенки и текстуры не очень то и как бы хочется плюс ты там как идешь спиной разворачиваешься быстро сразу на второй прыжок делаешь гринейджам ну в общем такие моменты да это я не знаю просто маппером на заметку так сказать что это все но не очень приятно я думаю что какой-нибудь джан например сделал бы эту кнопку куда более заметнее что это именно кнопка но в целом и так понятно что эта кнопка потому что здесь граната нарисована но сделать хотя бы другой текстуры чтобы было четко видно края либо сделать пусть она будет такой же текстурой но сделать какую-то рамочку это в принципе несложно и рамочку желательно тоже сделать кнопкой наверно потому что всяко бывает ну что спейсинги у всех разные и так далее ну ладно в принципе можем наверное смотреть демки ничего здесь особо вроде как нету давайте я вам наверное через ракету попробуют залететь туда но тут еще проблема в том что тут ниже платформа и мы можем тут что обозреваешь там сука и мы можем тут залетать с более высокой скоростью с другой стороны здесь как бы она дальше да это платформа но имейте ввиду что чем выше вы подлетаете тем меньше у вас скорости я думаю что это большинство как бы понимают что если хочешь больше скорости тебе нужно лететь более горизонтально ну и здесь на скорости мы летим дают нам ракету еще кстати есть вариант чтобы ракета дается где-то вот на этой полоске и если мы завернем и вывернем обратно то у нас будет плюс ракета как вариант и тогда можно сохранить допустим мой род который я предлагал и не сэйвить ракету из-за хейста да не идти на хейст а дело отратить эту ракету получается здесь на ракет жамп и не тратить время вот на эту на эту плод на этот плазмоклим тогда да но опять же тогда старт все равно медленнее получается потому что тут можно лететь там уже 1200 до скорости и пока ты медленно летишь делаешь там заворот вот этот повод падаешь сюда у тебя скорости мало здесь ты тоже плазмишь медленно здесь в итоге ты тоже делаешь на меньшей скорости ракет жамп хотя можно конечно всегда его сделать с бустом плазмы но это уже извращение да но это не даваться так скажем здесь я думаю так не знаю я ее пару дней поиграл я об этом думал но мне было просто лень но road вполне себе имеет место быть посмотрим посмотрим кто что придумает давайте собственно и и смотреть 299 выку 3 кирф чайна минута 03 просто падал скорости не очень много естественно через есть но выку 3 тут по сути мало вариантов я думаю что выку 3 тут любом случае надо будет прыгать через есть делал 2x потратил вообще все ракеты но углы хорошие как бы плазмит нормально здесь конечно спейсинге не очень удобно и вот так вот он связал через верх доплазмил до дырки и вот я думаю что дань при большинство я думаю даже не знали что это это кнопки что тут кнопка еще ладно как бы интуитивно понятно так скажем на верхнем кнопки в воде это конечно да так сейчас я звуки лишние кстати выключу чтобы это нас не отвлекали так сказать метрик сколк а чё кузле к битрик сколк минута и 1 на 2 секунды побыстрее у кузле х а вот видите чтобы не надо было каждый раз тебе перепрыгивать еще понимать какая сторона можно просто написать respawn point set и все будет в порядке так взял есть и пошел здесь интересно интересно на джимпад не сразу попал хватило хейста чтобы там запрыгнуть об не сделал но оптом по моему него попал плазмит хорошо стрейк тоже хорошо ракеты себе помог здесь но а даже рампу не использовал ну тоже тоже как вариант так даже побыстрее наверное чем плазмить там хотя посмотрим топовых дымках и одну ракету себе оставил здесь для воды и тоже и плавать естественно никто не умеет я об этом не сказал как плавать можно но тем не менее неплохо неплохо но чтобы плавать если как бы так на пальцах объясняю нужно туда-сюда кнопки жать с кнопкой вперед по моему в кутре можно вообще типа как халби там плавать смотреть немножко диагонально допустим смотреть диагонально влево и нажимать вправо прям нажимать 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 быстро тогда но я думаю что кто-то наверно плавал хотя плавать там не надо там есть кнопка наверху о которой никто просто не знал компа лобус 59 и 9 на 2 секунды еще перебил скорости тоже немного но в кутре тут наверно тяжеловато сделать хороший 2x хотя ракеты летят медленнее сразу почтенную джемпад хейст осталось побольше об не сделал но плазмит хорошо вот здесь конечно минус что не использовал рампу потому что рампа все-таки побыстрее здесь тоже поровнее руки джамп ну то есть рот в целом такой же исключая старт но скорости у компа ломуса немного пап но почетче точнее вот комп ломус уже про кнопку знал и все равно видите в конце он это вылетел не очень хорошо но неплохо неплохо но рампу бы до используя думаю что он не использовал рампу потому что постоянно спейсинги не очень хорошие были но вот это первая рампа на подъеме там до синяя она в принципе на под нее спейсинг нормально выстраивается а вот вторая уже она то что мелкая там еще я не знаю но как мало там очень кривенький такой спейсинг получается если делать два буста например в цп и ты сделал их слишком допустим близко или ты сделал слишком сильно как-то да в общем там настолько узкий спейсинг что тебе нужно чуть ли не определенную скорость и в определенном месте тебе эти делать бусты чтобы у тебя прыжок максимально перед рампой случился не раньше не позже потому что позже естественно мы то не вылетим а раньше тогда у нас низко подкинет и придется резать скорость 519 мразоров большой разрыв в 7 секунд так скоростью ужас ракет побольше тоже через есть оба включены кстати говоря но я бедрикса спрашивал он сказал что там об текстура стоит поэтому неважно с включенными то или с выключенными вообще нон-стопом плазмит очень быстро через рампу поднимается здесь стрейфит с рампой забирается наверх будет ли ракета помощи здесь к воде себя второй ракеты кинул тоже про кнопку зал видите задом тоже выворачивал и даже пришлось вот о чем я говорил ему пришлось притормозить у кнопки потому что он бы ее перелетел и тогда мы ничего не получилось но это немного неправильно либо ограничь пол тогда чтобы все точно видели что у тебя потом конец все ты перелетаешь но лучше бы конечно нормально потестить и сделайте полу кнопку так чтобы при любом спейсинге и можно было использовать либо сделать я не знаю какую-то вообще вариативность что если у тебя низкий спейсинг какой-то то есть но если один спейсинг то ты кидаешь гранату в одну кнопку если другой спейсинг другую кнопку и так далее ну то есть об этом в общем-то это не тема варкапа но я просто делюсь своими мыслями если это кому-то интересно 49 и 7 томми у beatrix а просто всегда эти проблемы со спейсингом он вроде говорил что у него кто у него там снова что ли у него тестер то есть сноу тоже не не самый великий так сказать он может не все по тесте как у них не все увидеть я думаю очень все классно очень все быстро у томми уже не нунд-стопом плазмит но и так сойдет хорошо попал на рампу так вот здесь ракетой себе помог это же знал про кнопку тоже задом и здесь все хорошо отлично отличная вообще дымка очень красиво 49.6 а шанди я если что beatrix у предложил свою помощь если у него будут какие-то вопросы я готов что-то потестить пока заявление не поступало beatrix активный матер он делает классный геймплей вообще но этот геймплей в основном очень запорот вот такими всякими моментами мелкими которые не очень приятны для быстрых прохождений для я думаю для любого высокоуровневая верка очень хорошая плазма тоже хороший спейсинг под рампу очень быстро залетает будет использовать ракету судя по всему сразу залетают сюда кроме пиа срезает здесь сразу угол одна ракета остается кидает для воды но вот это спорно конечно тратите и вот так вот это очень спорта я думаю что было бы гораздо быстрее если бы эту ракету можно было точнее не можно было ее можно там использовать если бы эту ракету ты использовал например на синей рампе на 2 до где ты с плазмой плазмил сразу в бок можно было бы ее там использовать и залететь с ракетой в бок это было бы очень очень быстро в общем то ну то есть использовать то есть ты кидаешь ракету воды при том что тебе надо быть максимально близко к дырке а это выкутри и ты типа себя от стены наоборот отталкиваешь понятно что ты грубо говоря падаешь что быстрее но ты тратишь больше времени на то чтобы типа просто сориентироваться еще как-то цель тяж скорость как бы в ку-3 не сразу сбрасывается это шниц пмх и в воде тем более ну ладно я думаю что суть уловили короче 46 4 эйсит из красноярска топ-3 поздравляю тебя я немного всем недоволен сегодня очень быстро плазма очень хорошо все делает папа лазмил здесь под себя чтобы просто соскользнуть так как еще и их есть есть но ку-3 как вы видите тоже да не особо опыт от нужен ну и вообще там прыжок совершать можно его не делать здесь решил плазмой интересно интересно и двумя ракетами отлично вообще про это я тоже не сказал но это не приз за оригинальность ребят это это об этом я бы сказал просто немного видимо слишком много видимо деталей так сказать там надо было рассказать что я забыл про это очень классная демка 46 и один bridge второе место поздравляю тебя хоть ты не понимаешь и по-русски и вообще не смотришь обзоры так очень много скорости с двух ракет интересно интересно это гораздо быстрее я думаю еще рампу использовал чтобы чуть чуть выше быть я так понимаю здесь стрейфом ну ракета себе помог вот-вот я вот так и про это и говорил то есть так гораздо быстрее будет и и вот он не знал про кнопку ну что поделать то есть брич думал такая динамичная карта классная вода типа зачем ты здесь вообще весь типа только флоу карты сбиваешь наверно так брич подумал такой ну для 43 6 пакистан это у нас его на день 488 давайте посмотрим первое место поздравляю тебе его не знаю смотришь ли ты обзоры очень быстро плазма естественно иначе быть не может но то бричи здесь неплохой конечно вариант он очень интересно взял здесь ракетой поднимался дело лоб нон-стопом тоже плазмит очень много скорости вообще не отпускает кнопку плазмы здесь страйфом но тоже наверно где-то будет использовать в бог да но это самый логичный вариант в принципе очень хорошо сюда взлетает сразу в дырочке и стреляет по кнопке в целом я думаю что брич проиграл именно на кнопки у ивана безусловно сильнее плазма и части с плазмой некоторым выполнял гораздо быстрее чем брич но брич мог бы мне кажется там где-то рядышком с иваном сидеть если если вы знал про кнопку если бы эту кнопку в воде можно было вообще как-то идентифицировать так время поболтать я думаю да рейн две минуты еще как дела у вас я не знаю зачем ты рейн отправляешь такие дымки есть ты смотришь этот обзор зачем у меня была вообще мысль чтобы я какой-нибудь клип может хотел включить бы на фон типа рядышком поставить окошечко да с клипом чтобы посмотрели пока клип две минуты пока рейн изучает карту первое прохождение в виде топ об у него не получается пробует еще раз нет уже не пробует я не знаю по моему это выражение какого-то дизреспекта жесткого отправлять такие дымки я понимаю еще там не знаю но не то что понимаю понятно что допустим кузнех физически не может нам быстро дымку отослать и это нормально и выглядит дымка так просто что он пытается что-то что зачем нам вот это тонко нужно плюс как бы я пони и если ты даже хотел к выразить типа мне какой-то я не знаю неуважение там еще что-то я не говорю что ты должен меня уважать я говорю что ты явно выражаешь что типа тебе по хуй на как бы на то что я не знаю я делаю на то что комьюнити делает но зачем типа ты 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 отслаешь говеную дымку в историю новостей грубо говоря кто-то будет потом смотреть эту ленту новостей не знаю посмотрит результаты beatrix колк и увидит ага рейн две минуты все понятно и все ты сам себя грубо говоря вот здесь вот взял и условно говоря опустил что ты не можешь те карты не за не понравилось еще что-то не понравилось не играй мы давно говорим что не надо отсылать нам вот такие вот первые прохождения ну короче недоволен я недоволен и про про уважение возможно это но это фигурально уважение то есть уважение в принципе всех кого кто даже смотрит обзор потому что все мы посмотрели вот эти бесполезные две минуты на которых из интересного было только три густа которые как бы и лунтик делает я думаю там не знаю любой более-менее делающий пгб то 6 ну то есть даже если находить какие-то плюсы нету в этой дамки ничего в общем-то ладно и not забыли забыли эту демку не было ее и not rocky ракуин минута 05 перед перебил рейна на минуту представляете ребят рома прыгун трома будем знакомы ведь меня зовут егор так сказать вот человек поиграл 10 минут хотя бы и это видно что он точно не 10 минут поиграла возможно 110 минут на этой карте суммарно поиграл очень высокий сенсором и по крайней мере рома знают куда идти интересно рода без рампы но плазмит хорошо видно что в принципе знания есть да то есть и плазмит нормальные углы вроде как хорошие даже ставит сразу залетела в дырочку в канаву в эту вот примерно так надо плавать как рома щас не вина так но это что-то было очень похоже на то как надо плавать но в цпм в две стороны надо жмякать внутри вроде как в одну сторону только в бок можно жмякать без кнопки вперед естественно ну да ладно нормально нормально хорошая демка чистенько вроде как нигде особо не провалился ничего такого не было без 3x8 минута на 5 секунд перебил пока все очень плохо читая заду задумался продаем курей на лишний прыжок конечно сделал мог его не делать могут просто скользнуть например не по той стороне совсем плазмил то есть ему пришлось у лишних прыжков делать плазма в целом хорошая углы нормальная тоже здесь без рампы листа ну с рампой а то есть этому наверное ему пришлось скакать вот их другой рампе чтобы попался чтобы спейсинг был до перед на чтобы прыжок был именно перед рампой или чтобы набрать побольше скорости неясно тоже про кнопку не знал ну и и not вроде как тоже да про кнопку не знал но нормально хорошая демка плазма хорошая естественно что нужно конечно стараться получше все теме один крик я уквик еще очень тис отраил комментируем демок awful rocket's awful you know you can better quick okay here is good rockets wow not good double jump but it's okay you failed you failed it might be restart quick it might be restart quick good ramp boost boost one more boost oh plasma climb here okay good angles oh you have no rockets okay and not very good grenade i know quicker but you can you can try harder you can send send us better demo and i know you can beat а это кстати по моему римыч который не переименовал демоны им обязательно ребят следите за этим я не знаю как ты не заметил когда отправлял возможно ты просто не стал переименовывать но ребят заходишь куда-то фрагс этап до демос и вот здесь player name это это имя в демке вашей обязательно смотрите если вы чей-то конфиг ставите чужой смотрите сюда у вас здесь будет там либо она имеет плеер либо еще что-то у меня там видимо общих шин где-то стоит общих шин где-то стоит да я не знаю как так вышло вообще потому что в моем конфиге там вроде как не должно быть стоять что-то типа я не помню типа твое имя здесь или типа чё-то типа того то есть у меня там даже воде не написано а тут общих шин демка интересно то он до 52 и 5 кузлях перебил пика почему вы собственно и да так опять один и тот же роуту кузле х всегда просто всегда все демки все что последнее вроде как мы видели не по той стороне конечно он зря так и поднимался все что мы видели у кузле х что вы кутри что цпм демка мало чем отличается роут абсолютно такой же хотя очевидно что в цпм у тебя возможности побольше ну кузле ху так просто проще как бы и с рампами здесь попроще цпм и все если кузле ху так проще то пусть осваивается так как бы я ничего плохого не говорю просто что это забавный факт и опять плывет там вдоль стеночки про кнопку опять же кузле их не знал хотя если бы а я на стриме не помню играл не играл биатрикс колок по моему не играл на стриме но в целом я не знаю общаетесь общайтесь между собой у нас есть дискорд где там лунтик и карус эдик это конечно не не особо большой плюс но тем не менее то есть там там у нас есть дискорд отдельный от официального там очень много людей там я сижу димон сидит мы если что там кому-то надо что-то помочь там демками не знаю поделиться еще что-то спросить там роуты не знаю отправить свою дымку типа посмотрите ребят как типа может что-то я могу исправить например да вот особенно кузле ху там кузгуху четку звука кстати не видно последнее время кузле напиши или кузгух напиши и чё не шлёшь я знаю ты вроде как это посматриваешь обзор и напиши надеюсь все в порядке и не очень много работы так сказать в общем то и кто заинтересован вступить в этот дискорд там оказывают поддержку можно поделиться дымкой спросить и если вот такие моменты будут то есть вот как кузле хая к чему это все говорю что типа люди не знают про кнопку вообще кто-то эту кнопку нашел и де делясь друг с другом переобмениваясь информацией в целом как бы можно вот эту кнопку обнаружить для себя поэтому не стесняйтесь ребят кто даже дискордом редко заходит там конечно много спама но по делу тоже можно пообщаться кто заинтересован пишите в чатик сейчас и я думаю что кто-то там кто-то из наших смотрит возможно я посматриваю если я увижу ваше сообщение что я хочу дискорд явно вышли приглашение но учтите если вы кто-то зайдет и конь фейк например до зайдет и будет вести себя неадекватно или просто вы будете вести себя неадекватно мы вас обязательно забаним как забаним вскоре скорее всего и эдико потому что он ведет себя не очень адекватно 47 один общий точнее римыч не знаю как так вышло может сам переименовал в общий я не знаю так неплохие ракеты хорошая плазма очень много скорости сохранил хорошо повернул весь пешком спускался хотя наверное быстрее было бы сделать прыжок все-таки твой врезался потерял скорость я захотел кушать ребят не знаю что с собой поделать так буст почти почти буст на 900 ракета неплохо сразу направо туда вот вот все динамично пошло пошло дело хорош и выч неплохо и про кнопочку тоже знал молодец все отлично 47 один топ-10 онлайне вообще отлично гмук . на 3 секунды римычки а перебили 44 8 но на 2 с чем-то да мы всегда округляем и фреймы не считаем мы не xc хотя секс цена было весело можно было спросить а сколько фрейма и он посчитает что 13 фрейм вот это роут и вот это роут и так но потратил много ракет как я успел заметить то есть потратил ракет больше чем нужно очень хорошая плазма все очень быстро залетает наверх бусты еще бусты хорош бусты не самые хорошие но ты их сделал это очень хорошо так поднимается сюда а поднимается он всегда знаете почему то что потратил там две ракеты в начале потратил бы одну залетел бы с рампы сюда и сразу наверх все и про кнопку сожалению тоже не знал но тем не менее очень быстро очень быстрый старт очень круто волка но и 44 и 4 хороший старт тоже не пойми куда стрейфить до бывает бывает у меня тоже так бывает что не пойми там куда по стрейфить чтобы не врезаться слишком высоковато конечно подлетел но с кейсом еще потерял скорость там но буст конечно качественный хотя и не очень полезный ну как-то как-то ну ты чё волка натор слабился волка но я помню ты идем ки вообще за классный стол но неплохо при за оригинальность не дам это как бы ну не знаю не заслужен а дымка хорошая дымка быстрая дымка качественная и ракеты классные но как-то что тут запорол там запорол надо было и не знаю как-то ты бы хоть как-то не знаю килл нажал что ли 44 2 эфи оп поэфе пофе если за наперед так неплохие ракеты на 700 вылетел тоже через плазму я не знаю знали ли люди вообще что там кнопка зачем-то вообще залезать что нам дают ракету но я думаю что очевидно что как бы плазма нам чуть-чуть поважнее потому что мы можем с ней сохранить ракеты тут опять же вопрос роутов вопрос эффективности роутов неплохие два пуста тысячу скорости имеет сразу направо точнее налево одна ракета еще остается куда она использует в туннеле где я использую и фиоп напиши-ка в комментариях пожалуйста если ты смотришь этот обзор скажи мне ты знал что там кнопка для гранаты от которой которая как бы взрывает гранату сразу или ты сэвил одну ракету специально на финиш потому что не знал потому что думал что он там надо кидать гранату ждать ее тайминг напиши все читаю что я задумался что если убрать букву ай и уэф вот эту маленькую убрать будет егор 37 1 хухала третье место поздравляю тебя хухала красава вышел из 40 перебила фиопа на 7 секунд давайте посмотрим 37 1 смотрю я чудо не за я приболел я хочу кушать очень классные ракеты на тысячу вылетел очень много скорости хороший поворот здесь и конечно потерял немного но ничего страшного зацепил зацепил конечно не очень хорошо но и так сойдет нормально очень много скоростью у хухалы хорошо вылетел здесь ракета и даже boost так сразу направо и здесь все быстро все качество красава и по кнопкам чуть-чуть промахнулся это ничего страшного нормально нормально очень очень классно очень быстро так герл но мы делал увидели да вроде в прошлом обзоре мы уже поговорили про это но алимеры ну зачем тебе есть и тебе давайте так вот поставим точку просто в этом обсуждении что можно конечно долго рофлить на дальмеры что типа осуждая пиджачок с читами до осуждая но если тебе нравится дефраг и ты хочешь участвовать в аркапах и ты тебе он просто нравится несмотря на то что ты читер зачем ты я не знаю ты может где-то юзал уже эти типа бота этого под бусты где-то там я один пус нужно сделать хорош там еще что-то мы естественно и без пристального внимания твои демки смотрим и смотрели если тебе нравится вдруг дефраг и ты хочешь участвовать ты хочешь ты хотел остаться частью комьюнити например и не вне быть выгнанным с позором просто и с матюками в свою сторону типа то зачем ты на онлайн кап приперся с читами типа смотрите я альмера я девочка которая делает 1000 бустов подряд но очевидно что я даже когда потом запись пересматривал это бросается в глаза вообще жесть как что ты делаешь тысячу бустов но не можешь типа сделать их нормально при том что говорит что тренировать тренировался или тренировалась там не важно ну короче я не знаю ты просто сам себе наговнил хотя если тебе все равно то как бы я просто пытаюсь войти как бы в положено пытаюсь понять то хотя выгнали но ты все равно шлишь демки если ты но это ты по-любому давайте смотреть короче второе место поздравляйте конечно не буду даже можно посмотреть демки прошлый и сравнить стиль до примерно хотя возможно это кто-то троллит но если это альмера то как бы я не знаю просто это много димон 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 надо пусты проверить его то есть бусты опять плохие но зато они они выглядят как будто бы ты их должен сделать круто то есть видно да я своим глазом вижу по человеку допустим вот волка ноет он сделал bus 2 густа да вроде или кто гмук . там сделал два густа видно по движениям даже перед тем как ты делаешь этот буст видно по этим каким-то микро движением неуверенность видно неуверенность что ты не знаешь получится у тебя или нет и ты не ты не понимаешь даже ты не типа точно не осознаешь что тебе после него делать если он у тебя получился а у этого товарища видно полная уверенность что ты их ты сделаешь сто процентов но при этом то есть видна такая уверенность будто ты их делаешь уже я не знаю пять лет но при этом эти бусты дают тебе сто упсов типа да нам 150 но это это просто такого не бывает просто это дефраг держишь и решает механика до кучу типа мышечная и если ты уверен что ты эти бусты делаешь ты их умеешь ты их делаешь качественно ты умеешь делать ты умеешь сликать после бусто а не умеет сликать после бусто и это бросается в глаза вот это именно и на варкапе ой на варкапе на онкапе тоже бросалось то же самое в глаза я возможно где-то может что-то не так объяснил как бы ну не в обиду не мог точки никому да кто бусты неуверенно делает просто это видно в этом ничего такого плохого нету но видно что человек не очень опытен в бустах и видно что как бы человек пытается и даже человек человек знает что он делает бусты не очень хорошо и он знает как себя после скорости которую он получит он знает что он получает допустим в среднем столбцов он знает как себя вести знают как где он окажется и так далее а на варкапе ой на на ванкапе у альмеры вообще все было не так ну короче ладно забейте 31 3 все поставили точку в общем в алимере не обсуждаем ее его о но что там чтобы там ни было первое место я вуди так сказать я не знаю комментировать не буду конечно святым пути по вроде как все вышло неплохо здесь срезает прыжок лишний поднялся слишком высоко кстати поднялся можно побыстрее сохранил много скорости и два пуста вот здесь если чуть-чуть и я даже как бы чуть повилял чтобы прям перед рампой приземлиться сюда залетаешь сразу в кнопку и финишируешь так и road enter я хотел показать давайте я обязательно вам покажу метрик сколк куколк куколк уби что такое биатрик сколк вот она от лицевая едино enter у него тоже очень интересная дымка он берет вот эту ракету а не берет точнее он ну просто по центру проходит видео здесь ты в любом случае теряешь скорость у тебя там увидите чеки да просто минус 2 секунды почти здесь там у меня в принципе медленно было и вот эта ракета наперед еще бустил но он правда не получился то здесь он в целом он выходит в плюс ну зацепил и так далее я говорил дашь и дымка не очень хорошая не очень хорошего качества я думаю что этот роут можно реализовать в плюс можно выйти из 31 секунды можно и моим роутом выйти из 31 секунды но имейте ввиду если кому-то карта понравился карта реально на самом деле хорошая несмотря на всякие эти спейсинги кри кривущие то собственно можно кому не нравится вы используете вот road enter он очень классно играется и очень намного намного приятнее чем допустим мой роут или либо и другой да в общем такие у нас результаты все конечно говорят что герл это альмера потому что профиль новый единственная демка была 297 варкап помимо до беатрик сколка со вторым местом из ниоткуда появляется человек с новым аккаунтом который ставит примерные таймы как бы альмера там играла и по по моему ричу сдая но это был обзор прошлый cssk там по моему четко видно что кабану я помню примерно как альмера играет это почти то же самое вроде как было я не знаю но вот эти бусты конечно можно было бы проверить кстати говоря еще даже нету рейтинга не провалидирована очень странно потому что прошло почти десять дней на 7 неделя прошла до недели 19 сегодня 26 ну да они ели семь дней ну в общем то рейтинга нет но тем не менее 9 демоку 312 cpm рейну минус реп это однозначно все остальные молодцы очень классные демки единственное вот по моему у кого у кого кто-то кто-то падал еще а волка но это вроде как мог бы перезаписать я думаю что и quick тоже мог бы сделать получше динку ну может не понравилась карта хоть какую-то отослать но опять же повторюсь пусть лучше будет у нас 10 демок людей которые которым карт понравилось чем 20 вот таких по две минуты которые типа фу я не буду ее играть вот вы вот вам демка на две минуты ну вы сами себя закапываете в плане какой-то репутации в общем то я а я не доволен просто что две минуты жизни потратил на без это бесполезный просмотр демки в которой ничего нет ладно все ребят всем спасибо что я сегодня тоже разболтался но это больше такой лирично у меня настроение опять у него недоволен я варкап он только думал пошли хорошие варкап и только думаю вот эх демки классные все отправляют качественные чистенькие прям приятно прям душа радуется а тут на тебе волка ноид зафейлил тут и там квик не очень хорошо отыграл рейн отсылает две минуты нашел делаете ребят со мной опять скажу ну его эти обзоры не хочу больше смотреть пятиминутные демки на пятисекундной карте вот и все ну ладно то все шутки конечно все ребят давайте всем удачи всем большое спасибо не знаю стрим идет сейчас или не идет потому что я не уверен что буду сегодня стримить я себя не очень хорошо чувствую я немного приболел но если стрим идет то чекните twitch собственно twitch.tv slash вудах точно так же как и на ю тубе название если кто не знает приходите поздороваемся и собственно не знаю наверное как бы парадайз буду играть потому что там рекорд все ребят всем большое спасибо всем удачи и старайтесь лучше